Здравствуйте! С вами снова авторы курса ЭКГ под силу каждому. У нас с вами второе занятие, которое будет называться Зубцы, сегменты и интервалы ЭКГ. На сегодняшнее занятие мы с вами разберем, из чего состоит кардиограмма, какие ее основные элементы, почему какие-то зубчики смотрят вверх, почему какие-то вниз, за что они отвечают и очень много чего другого. Давайте не будем терять время и сразу перейдем к разбору нашей темы, поскольку сегодняшнее наше занятие будет достаточно длительным, но не менее интересным, чем предыдущее. Гляньте на первую попавшуюся кардиограмму, которую я выбрал, и вы увидите сразу, что любая кардиограмма, она состоит из условного, вот посмотрите, это линия и какие-то непонятные там зубчики, да, пока там непонятные зубчики, потом опять линия, опять зубчики, и посмотрите, эти зубчики бывают, например, вот как здесь, здесь они бывают маленькими, здесь они бывают большими, эти зубчики могут быть такими, смотреть вверх, или, например, вот как здесь, смотреть вниз. Если более подробно присмотреться к данной кардиограмме, то мы видим, что какие-то элементы, они постоянно повторяются, например, вот кусочек, да, кардиограммы, повторяется вот еще кусочек кардиограммы и вот, они, в принципе, одинаковые. Так вот, из этих элементов и состоит кардиограмма. Сейчас мы взяли, увеличили, схематически вам его изобразили, этот элемент, и из чего же данный элемент состоит. Первонаперво нужно сказать об линии, на которой, про ту линию, ту самую линию, на которой и видим мы вот эти вот все зубчики. Эта линия носит название изолиния. Все, что не входит в эту изолинию, называется зубцы. Зубцы бывают положительными, если они смотрят вверх, и отрицательными, если они смотрят вниз. Каждый зубчик имеет свое название. Всего существует пять основных зубцов. Это P, Q, R, S и T. Почему я сказал основных? Потому что существует еще шестой зубец под названием U. Но мы рассматривать его не будем в данном нашем видеоуроке, и вообще его рассматривать не будем, поскольку его диагностическое значение, оно стремится к нулю. И о его происхождении до сих пор много споров. Вообще всегда рассматриваются только эти зубцы. Почему зубцы носят такие названия? Именно вот P, Q, R, S, T. Довольно частый вопрос, который нам задают. Отвечаю. И ответ на этот вопрос знают только отцы ЭКГ, которые придумали, как его интерпретировать, которые придумали этот метод. Поэтому никакой логики не ищите. Эти зубцы так называются, потому что их так когда-то кто-то назвал. Также на кардиограмме надо выделять интервалы. Что такое интервал? Интервал вообще это какой-то зубец вместе с кусочком изолений. Вот интервал P, Q, в частности, это зубец P весь и кусочек изолений до начала зубца Q. То есть это от начала зубца P до начала зубца Q расстояния. И второй важнейший интервал это QT, который представлен расстоянием от начала зубца Q до окончания зубца T. То есть вы видите, что он включает в себя зубец Q, зубец R, зубец S, кусочек изолений и весь зубец T. Это два основных интервала. Вы тоже можете в разных учебниках, которые будете читать, изучать там сверх ЭКГ, да, что-то хотите посчитать данного курса. Вы можете увидеть там еще другие какие-то интервалы, какие-то сегменты другие, которые мы не будем разбирать. Но я вам скажу, что все, что мы рассматриваем в данном видеоуроке, эти интервалы и вообще все, о чем мы говорим, это то, что имеет практическое значение. Не какое-то там теоретическое, когда вы в жизни этим не будете пользоваться. А то, что именно вам нужно будет для того, чтобы разбираться в ЭКГ. Поэтому мы рассматриваем только то, что вам понадобится. Это интервал PQ и интервал QT. Дальше есть такой комплекс QRS, который включает в себя три зубца. Зубец Q, зубец R и зубец S. Почему его выделили в комплекс? Ну, это можно, в принципе, заметить, потому что он как бы обособлен. Видите, эти зубцы не разделены изолинии. Они как бы все три вместе, да, и отделяются от зубца P и от T таким кусочком изолинии. Поэтому и выносит название комплекс. И существуют сегменты. Сегменты это как раз и участки изолинии между зубцами. Их также основных два, опять же говорю, основных, которые имеют значение практическое. Это PQ, то есть это расстояние от конца зубца P до начала зубца Q. И сегмент ST, от конца зубца S до начала зубца T. Еще раз показаны изображения, на котором выделены вообще все элементы, основные элементы. Все зубцы, сегменты, интервалы, комплексы. От нас, авторов, пожелание было в прошлом занятии завести у вас блокноты. Я думаю, если многие из вас завели, тогда в этом уроке у нас есть пожелание приостановить данное видео и перерисовать данную картинку. Хорошо, давайте рассмотрим дальше, более подробно, каждый зубец, каждый интервал, сегмент, из чего они состоят, как формируются, почему. Начнем с зубца P. Что такое зубец P? Вспоминаем предыдущее занятие. Сегодня мы будем его часто вспоминать, без него никак. Возбуждение возникает в синаториальном узле и сразу передается на правое предсердие, возбуждая его. Вот мы видим эти зеленые кружочки, которые изображают возбуждение правого предсердия. Графически это можно изобразить, как такую волну некую возбуждение, у которой есть свой пик. Максимальная высота этого волны – это пик возбуждения правого предсердия. Далее, как вы помните, возбуждение от правого предсердия передается по межпредсердной веточке, веточка Бахмана, на левое предсердие. И возбуждает его так же. Вот видите, эти уже синие кружочки, возбуждается левое предсердие. Что графически можно отобразить так же, так вот, второй волной. В которой тоже есть свой пик. Пик возбуждения левого предсердия. Обратите внимание еще раз на эту картинку, что возбуждение правого предсердия еще не закончилось, а уже началось возбуждение левого предсердия. То есть, эти два процесса не разобщены во времени, они как бы перекрывают друг друга. На кардиограмме эти два возбуждения правого и левого предсердия видны как зубец П. То есть, это как бы объединяющее. Обратите внимание, вот вверху эта картинка показывает, что зубец П объединяет два этих предсердия. То есть, зубец П состоит наполовину из волны, которая показывает возбуждение правого предсердия, и наполовину возбуждение левого предсердия. То есть, восходящая часть, вот она, это восходящая часть, да, восходящая часть, это возбуждение от правого предсердия. Мы как раз и будем анализировать первую часть зубца П, это как правое предсердие. И есть нисходящая часть P, это вот она, досталась зубцу P от возбуждения левого предсердия. То есть вторая часть как раз и будет отвечать за меня. Вот так формируется зубец P, и за это он отвечает. Что же такое интервал PQ? Опять же возвращаемся к первому занятию и вспоминаем, что помимо того, что возбуждение передалось на левое предсердие, возбуждение еще по межузловым путям передается на АВ-узел. Интервал PQ, P мы разобрали, это возбуждение двух предсердий. А Q, вспомните, я вам говорил такую цифру, 0,08, то есть 0,08 секунды, это время, в которое задерживается импульс в атриовентрикулярном узле. При этом ничего не происходит, возбуждение окружающего миокарда не происходит, поэтому мы видим вот эту изолинию. Итак, интервал PQ, он включает в себя возбуждение предсердий, это зубец P, и прохождение по атриовентрикулярному узлу. Это, если вы помните, это сегмент PQ, то есть вот эта изолиния кусочек, это и отражает прохождение импульса по атриовентрикулярному соединению. PQ это возбуждение предсердий плюс АВ до момента возбуждения желудочка, то есть все, что будет дальше, это будет идти уже возбуждение желудочка. Поэтому мы разберем, что такое зубцы Q, R и S. Как вы понимаете, что они уже будут отвечать за возбуждение желудочка. Разбираем. Значит, от АВ-узла возбуждение передается по пучку ГИСа. Однако, тут очень такой есть момент интересный, что возбуждение идет по пучку ГИСа, идет, вот смотрите за курсором, также вот идет, 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 но не возбуждает окружающий миокард. Если вы помните, то пучок ГИСа, он проходит в межжелудочковой перегородке. Так вот, когда он проходит, он не возбуждает эту межжелудочковую перегородку. И только, например, на конце своего пути, допустим, это будет вот эта точка, миокард начинает возбуждаться. И поэтому тот путь, который был пройден, нужно опять возбудить. То есть импульс разворачивается, как бы возбуждаемая миокард, и вот стрелочка показывает, то есть межжелудочковая перегородка, она возбуждается потом в обратном направлении. Вектор возбуждения межжелудочковой перегородки, вот он, он направлен в обратном направлении. Для чего еще на данной картинке мы расположили регистрирующий электрод? Мы вам обещали объяснить, почему каждый зубчик имеет свою направленность вверх или вниз. Если вектор возбуждения направляется от регистрирующего электрода, то на кардиограмме фиксируется отрицательный зубец. В данном случае зубец Q, который отвечает за возбуждение межжелудочковой перегородки. Понятно, да? Отрицательный он потому, что вектор его направлен обратно. И почему он направлен обратно, я надеюсь, тоже вам понятно. Далее возбуждается верхушка, верхушка сердца, и вектор ее направлен уже к регистрирующему электроду, вектор возбуждения верхушки сердца. Поэтому на кардиограмме регистрируется положительный зубец R. И затем возбуждается основание сердца. Вектора направлены от регистрирующего электрода, и поэтому на кардиограмме фиксируется отрицательный зубец S. Вот и все по возбуждению желудочков. То есть Q, R и S это возбуждение желудочков. Почему каждый зубец имеет разную направленность, мы также с вами разобрали. Теперь разберем, что такое сегмент ST и зубец T. После того, как возбуждение желудочков прошло, нужно желудочку восстановиться до исходного уровня, который он был. Научными терминами возбуждение называется деполяризация, а восстановление до исходного уровня это реполяризация. После того, как возбуждение прошло, такого не бывает, что возбуждение прошло, и резко выключилось, и сразу же начинается восстановление до исходного уровня. Это плавный переход, накладываются два процесса друг на друга. Еще идет возбуждение, но уже началось восстановление до исходного уровня. А когда суммарная их работа равна нулю, это и будет соответствовать сегменту ST. То есть идет еще какое-то возбуждение, и началась какая-то восстановительная функция. Но суммарная их работа равна нулю. Вот и фиксируется сегмент ST. А зубец T это уже истинная реполяризация желудочка. Это уже истинное восстановление, это уже конкретное преобладание восстановительных процессов над возбуждением. Вот последняя картинка нашего урока. Она имеет основное значение, то есть то, что мы разбирали, это все, конечно, хорошо, но на кардиограмме мы должны анализировать основное это время, которое занимает каждый зубец, то есть длительность его. Каждый зубец, интервал, сегмент. Это очень важно, потому что изменение их во времени и будет зачастую нести диагноз. То есть если мы увидим увеличение какого-то сегмента, это уже мы будем какой-то диагноз выставлять. Поэтому запомнить длительность зубцов, интервалов, сегментов, это имеет очень важное значение. Это также желательно записать свои блокноты, и запомнить. Итак, запоминаем, как легко запомнить. Зубец P и комплекс QRS по 1,1 секунды. Дальше сегмент PQ, он равен 0,08 секунды. Восемь сотых секунды. Вспоминаем, да, откуда эта цифра, задержка в АВ-узле. Дальше есть интервал PQ, который равен 18 сотых секунд, плюс от 18 сотых секунд до 20 сотых секунд. Откуда эта цифра, вы понимаете? Это суммируем продолжительность зубца P плюс сегмент ST. А вот это вот 0,2 выходит за счет того, что сегмент ST допустимо до 0,1 секунды. То есть 1,1 секунды. И последнее это интервал QT. Длительность его от 0,35 секунды до 0,44 секунды. Вот это просто запоминаем, потому что в дальнейшем это пригодится. Мы с вами еще к этому будем возвращаться. Теперь хотел бы рассказать, что будет в следующем занятии. В следующем занятии мы будем разбирать с вами электрическую ось сердца, скорость кардиограмм и общий алгоритм, как нужно анализировать кардиограмму. Всю подробную информацию вы можете найти на нашем сайте medforce.ru. Там будут выложены вообще все видео уроки, а также информация, когда будет выходить следующий курс. И там много всего интересного найдете. На сайте есть наши социальные группы. Вступайте в них, вы тогда будете еще быстрее узнавать о всех новостях нашего курса. Все, до встречи на следующих занятиях.